И всем привет, народ! И сегодня будет обзор на USB-тестер и на зарядку с четырьмя портами. Зарядка ко мне пришла уже полгода назад, а тестер я заказывал на распродажу. Пришел он в простой упаковке, нет никакой инструкции по его использованию. Но с этим, я думаю, ни у кого не должно возникнуть проблем. Есть USB-вход и есть USB-выход. Возможности данного тестера вы видите у себя на экране, а также расшифровку индикации. А теперь время проверок. Для этого нам потребуется розетка, USB-кабель, собственно, сам блок питания на 4 порта и смартфон. У данного блока питания первые два порта могут выдавать по 5 вольт и 2,1 ампера, а 3,4 – 5 вольт и 1 ампер. Было желание разобрать данную зарядку, но корпус клееный, а портить внешний вид не хотелось бы. Собираем всю нашу систему и мы видим, что экран у тестера загорелся. А информация выводится следующая – 5 вольт, 23 градуса и потребление самого тестера 0,24 ватта. Температуру он, кстати, тоже свою показывает, и я даже пока не очень представляю, для чего она нужна. Подключаем наш подопытный смартфон. И, блин, перегорел блок питания у софтбокса. Ладно, разберемся с ним потом, а пока мы смотрим на работу тестера. И видим следующую информацию. Телефон потребляет 5 вольт, 0,76 ампер, температура 25 градусов, 3,7 ватта потребления и зарядил приблизительно 10 мА. Если вы выключите тестер, то вся информация сохранится, о чем будет говорить единичка в углу. Для того, чтобы сбросить эту информацию, надо будет потом нажать на кнопку «Ресет». Для того, чтобы посмотреть емкость батареи телефона, для этого вам придется с нуля заряжать телефон до 100%. Так как этот телефон не поддержит быструю зарядку, для этого мы возьмем S8 и попробуем протестировать все порты данного блока питания. Что самое интересное, каждый из портов выдал по 1,5 А. Можно подумать, что каждый из портов выдаст именно столько напряжения, даже если будет использовано 4 прибора. Но это не так. Для эксперимента я подключил планшет, Samsung S8, стабилизатор и Powerbank. Результаты замеров вы видите у себя на экране. Что еще хотелось бы отметить, то сам блок питания достаточно сильно нагревается, и я бы не советовал использовать все 4 прибора одновременно. Ну и последний тест, который мы проделываем, это возьмем зарядку от Samsung и посмотрим, какие будут результаты. И как мы видим, вольтаж у нас поднялся до 9, а ампераж до 1,3. При этом потребление составило 12 Вт. Если вам нравится такого рода видео, попрошу подписаться на мой канал, поставить палец вверх, нажать на колокольчик, чтобы получать своевременные уведомления, подписаться в группе ВКонтакте и в Одноклассниках. Ссылки на товары я оставлю внизу в описании. Субтитры сделал DimaTorzok